Девушки отдыхают 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 Доброе утро. Заглянешь потом в мою палату? Да. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Поздравляю всех с началом трудовой недели. Момент. Ты где-то так загорел, а? Это я вчера на рыбалку ездил. Ну, как улов. Приходи домой, увидишь. Так я тебе и поверил. В магазине набрал, наверное. Ну, что значит по магазинам не ходить. Между прочим, сейчас гораздо сложнее в магазине достать, чем в реке наловить. Возможно. Особенно в праздничные дни. Таким образом, предложенная нами новая операционная методика является приоритетом нашей кафедры и открывает новые горизонты в развитии хирургической науки. Все? Все. Спасибо. У кого есть вопросы? Я не понимаю эту методику. Что? Ну, вот вы говорите, приоритет кафедры, новые горизонты, все это хорошо. Ну, а чем ваша методика лучше старой? В каком смысле? Существуют испытанные методики, которыми пользуются во всем мире. А каковы преимущества ваши? Что, больной, раньше станет на ноги, реже осложнение? Вот что мне интересно. Ну, прежде всего, сокращается время операции. Какая больному разница? Сколько времени его оперируют? Ему важен результат. Алим, не надо заниматься демагогией. Всем известно, что любая методика имеет свои преимущества и свои недостатки. Предлагаемая Валиевой методикой не исключение. Преимущество ее налицо, а недостатки, если они есть, покажут время. Да, после защищенной ее диссертации. Я понимаю, Камала Икрамовна очаровательная женщина, и ни одного мужчину не может оставить равнодушным. Но поверь, Алим, ты выбрал не самый удачный способ ухаживания. А? Я хочу сказать, что как завкафедры, я приветствую все новые начинания, которые рождаются в нашей клинике. Мы не можем идти в будущее со старым багажом. Тем более сейчас, когда вся наша страна собирается жить по-новому. Именно поэтому я хочу, чтобы все наши сотрудники как можно скорее освоили полученную нами новейшую медицинскую технику. Купленную, кстати, за валюту. Мы по праву считаемся ведущим хирургическим центром республики и не можем терять это звание. Ну, как говорится, меньше слов, больше дела. На этом закончим. Вот, нарушенный верхний квадрат, внутримышечный укол, делайте вот сюда. Да. Делайте иголку, иголку только. Осторожно. Вот. Смелее, смелее, ну. Извините. А вот и Махкамов появился, наконец. Хорошо. Ну, посмотрим, что же ты, Махкамов, у нас имеешь. 18 пропусков. Слушай, не балуешь ты нас своими посещениями. Ты, наверное, в кругосветном путешествии был. Я болел. Ну, а что ж ты не сообщил? Мы бы навестили все тебя. Но сейчас ты уже оправился от болезни? В общем-то, да. Угу. Вот что. Давай так договоримся. 18 делим на 2. 9 ночей. А дежуришь клинике. И можешь нести зачетку. Я уже начал. Сегодня ночью дежурил. Ты меня радуешь. Ладно. Расскажи-ка нам виды хирургических швов. Так и быть, я прощу тебя одно дежурство. Виды хирургических швов бывают... Ну, не-не-не-не. Давай, смотри. Задобразные. Ну, подожди. Какой? Какой образный? Задобразные. Тихо. Виды хирургических швов бывают задобразные. Не везучи ты, Махкамов, а? Подучи пока, а я сейчас. Не понял. Что здесь? Что это? Это в машину? Да. Буриев. Алим. Дорогой, старик, да? Ого, раздавь, отпусти. Сколько же лет мы с тобой не виделись? Лет 10, наверное. Я знал, что ты здесь работаешь, Алим, но где именно, вот не знал. Эй. У вахтерши спросила, она только плечами пожала. Ну, а по этажам ходить, честно говоря, постеснялся. Ну, и напрасно. Меня здесь многие знают. И даже некоторые вахтеры. Но сам-то как залетел сюда? А я сейчас, Алим, большим начальником стал. Главврачом районной больницы. Это где же? Ну, как где? У себя, в родной провинции. Вот кое-что из медицинской аппаратуры перепало. От вашего центра, в качестве шефской помощи. А назад когда собираешься? Завтра утром на медбазу заедем, потом домой. Да, как у тебя с ночевкой? В гостинице, как всегда, мест нет. Ну, ничего, перекантуемся как-нибудь. Значит так. Ты делаешь все свои дела, и чтобы не позже пяти был у меня. У меня и останетесь? Нет. Неудобно как-то. Да ладно, неудобно, неудобно. Сейчас ты мне занятия срываешь. Дорогу ко мне ты не забыл? Я жду. Привет, симулянтам. Да, все шутите. Вот, Махкамов, перед тобой явный случай острого аппендицита. Как это можно проверить? Хм, не знаю. Ну и попотеешь ты мне, пока зачет получишь. Ложитесь. Доктор. Да. Можно вас спросить? Пожалуйста. Вы меня будете оперировать? Да. А сколько вам лет? А сколько дадите? Да мало. А диплом-то у вас хороший. Это он кучки покупал. Там плохих не бывает. Доктор, а правда, что после таких операций летальный исход составляет полтора процента? Летальный исход? Что это такое? Как будто вы не знаете. Это значит все, конец. Как в авиации. У них летательный аппарат, а у вас летальный исход. Был и улетел. Это кто вас просветил? Вот ваш студент. Ага. Значит, что я вам посоветую? Вы поменьше его слушайте. Потому что он чаще отсутствует на занятиях, чем присутствует. Прогульщик, одним словом. Вот так-то, авиаторы. Сушить. Махкамов, давай заключим договор. Ты честно смотришь до конца операцию, а я за это. Аннулирую два твоих пропуска. Идет? А ты молодец, Махкамов. Первый раз на операции, а в оборот не упал. Сколько длилась операция? 18 минут. А к чему такая спешка? А у нас как в парикмахерской. Ждай долго, обслуживаем быстро. Шутник он у нас. Не обращайте внимания. Заходи, Али. Просмотрела твои данные. Ты просто уникум, старина. И оперируешь, и наукой занимаешься. Когда ты это все успел собрать? Да вот, скопилось за годы работы. Ну что ж, материал неплохой. Правда, сыроватый. Покойный бахтяр Максимович любил говорить. Почему у нас так мало открытий? Да потому что тот, кто умеет открывать, не умеет пробивать. А тот, кто умеет пробивать, не умеет открывать? Угадал. Так что давай, я отредактирую. Добавим актуальность, практическую ценность. Побольше ссылок на корифеев. И выпустим монографию. А фамилии как будем ставить? По старшинству или по алфавиту? Ты хороший парень, Алим. Я ценю тебя как отличного специалиста. Но боюсь, иногда чего-то не понимаешь. Монография нужна тебе. У меня печатных работ достаточно. Разрешите огласить результаты тайного голосования. Подано голосов за 13, против 1, недействительных бюллетеней нет. Таким образом, Ахмедову присуждается ученая степень кандидата медицинских наук. Позвольте от имени членов ученого совета поздравить вас с успешной защитой и пожелать вам дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Я догадываюсь, кто бросил черный шар. Во всяком случае, не я. Вы же видели мой бланк. Ну, вы-то как раз вне подозрения. Поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. Благодарю. Спасибо доброго. До свидания. Поздравляю. До свидания. Благодарю вас. Ну, ты едешь. Давай сюда. Давай, давай, давай. Пока. Вы не подвезете меня до дома? Конечно. А разве вы не на машине? Мы с вами так редко встречаемся. Могу я себе доставить удовольствие пообщаться с вами хотя бы в дороге? Можете. Прошу. Ну, как дела у Валиевой? Все в порядке. Ее работа почти готова. Да? А мне этого не показалось. Я листал ее работу. Там отсутствует раздел «Практическое внедрение». Ее методика еще не применена ни на одном из больных. Валиева провела ряд успешных экспериментов на собаках. Я думаю, этого вполне достаточно. Мне кажется, у вас короткая память. Когда в 80-м году вы, готовясь к защите, обратились ко мне, я не отказал вам в помощи. И вы были застрахованы от неудачи. А сейчас вы сами, научные руководители, почему-то подвергаете риску работу своей ученицы. Не забывайте, сейчас не 80-й год. И сейчас не так-то просто защититься. Так что, прошу вас, создайте для Валиевой надлежащие условия в клинике. И вообще, помогайте людям. Все мы когда-то нуждались в помощи. И всем нам кто-то помогал. Не правда ли? Ну вот, я и приехал. Спасибо. И все-таки, кем вам приходится Валиева? Это не важно. А важно то, что мне не безразлична ее судьба. А ты, значит, развеется. На дорогу спорю. А у меня пять мальчиков, Олень. Пять. Все хотел девочку. Ну вот и наплодил. Но я решил больше не рисковать. Видно, с генами что-то творится. Давай сядем. Значит, говоришь, шеф предлагает соавторство, да? Да. Но ведь нормальный парень был, когда учился. Помнишь? Секретарь комсомольской организации. Да он и сейчас нормальный. Тогда был нормальный ассистент. А сейчас нормальный руководитель. Слушай, ну и соглашайся. Черт с ним. Ну подумаешь, две фамилии на одной облотке. Речь не об этом. Но где ты видел, чтобы шеф не набивался в соавторы? Ты понимаешь, дело не фамилии. Он дрессирует меня, что ли. И если я соглашусь, значит, я свой человек. А я не хочу быть своим. Вот и проторчишь всю жизнь в ассистентах. Слушай, а знаешь, что бы я сделал на твоем месте? Нет. Да я бы плюнул на все и поехал ко мне в больницу. Главным хирургом. Получишь аппаратуру, какую хочешь. А? А едешь? А если серьезно, знаешь, как нам не хватает тебя? Оперируем то, что попроще. Остальных все в город на самолете возим. Да и там не с розами встречают. Вот уставится на тебя, как будто ты свою бабушку привез. Тракторист у нас зазевался. Ну, в общем, отхватило парню кусок мизинца. Мы этот кусочек в пакетик со льдом прилетаем. А врач... Нет, это врач его спрашивает. Вы кто? Пианист. Он говорит, нет. Вот возьмите и выкиньте этот палец в ведро. Да да что там говорить? Так что, Алим, если приедешь, мы же тебя с оркестром встретим, а? Ладно, подумаем. Пойдем. Ты знаешь же, папа, я не плю попсиколу. Она вредная. Это мама тебе сказала? Нет, это в журнале здоровья написано. А я, пожалуй, рискну. Ладно, давай за компанию. Ты что-то плохо выглядишь. Дежуришь много? Ты самое главное на дежурстве вовремя питайся. А ты почему к нам не приходишь? Бабушка по тебе скучает. И дедушка тоже. Ты меня в воскресенье забери, и мы к вам пойдем. Хорошо? Хорошо. А ты за мной. Между прочим, у меня в субботу родительское собрание. Там я мог договориться с мамой и пойти вместо нее. Мне бы было очень приятно. Между прочим. Здравствуй. Привет. Ты не торопишься? Нет, как видишь. Садись. Спасибо. Я хотела бы поговорить с тобой о нашей дочери. Что-нибудь случилось? Нет, ничего не случилось. Учится она хорошо. Но понимаешь, она начинает задавать такие вопросы, на которые мне становится все сложнее отвечать, понимаешь? Какие вопросы? Ну, например, она спрашивает, долго ли мы с тобой жили вместе. Долго ли встречались до свадьбы. И, наконец, кто назвал ее таким именем. Понимаешь, мне это не очень нравится. Почему тебе не нравится? Так и должно быть. Знаешь, мне не нравится, что это занимает в ее сознании слишком много места. Завтра она может спросить о том, кто же из нас виноват в том, что мы расстались. Интересно, что ты ответишь. Надеюсь, у тебя хватит ума не валить всю вину на меня. Ну, я никогда этого не делала, ты же знаешь. Ты плохо во мне думаешь. Я вообще подошла к тебе, знаешь почему? Я нашла альбом, то есть она нашла альбом со старыми фотографиями, вместо того, чтобы спать до полуночи, их рассматривать тайком от меня. Я принесла. Рвать мне было жаль. Может, тебе пригодятся. Переходим к классификации грыж. Грыжи бывают вправимые и невправимые. По месту возникновения грыжи живота различают паховые грыжи, бедренные грыжи, пупочные грыжи, внутренние грыжи и другие. Пуреев. Пуреев. Молодой человек, вы, вы, встаньте. А ну-ка, повторите. Какие бывают грыжи? Грыжи бывают вправимые и невправимые. А почему вы так высоко забрались? Места не было больше. Да? Это не причина. И запомните одну истину. Молодой человек, неписаную. Из тех, кто сидит сзади, никогда не получится хирург. Но почему? Мы отсюда как раз остроту зрения тренируем. Вы не спорьте со мной. Покиньте аудиторию. Прошу вас. Ну что ж, раз уж мы отвлеклись, так и быть. Вот скажите мне, как расшифровать знаменитую эмблему медиков? Вот змея, обвивающая чашу. Ну, кто знает? Кто скажет? Никто не скажет, это только я знаю. Эта теща кушает мороженое. Аааааа! Ааааа! Зажим. Отрадем. Обработать? Видал? Вот у кого учиться надо. Ты куда смотришь, чё ворон ловишь? Что с тобой, тебе плохо? На свежий воздух вынесите? Зажим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, а давайте встретимся лет так через двадцать, а? Вот интересно, какими мы будем? Вот ты кем будешь? А что я? Алим у нас, например, станет выдающимся ученым. О-о-о! Избавит всю нашу страну от рака, плоскостопия и алкоголизма. А Буреек будет главврачом у себя в больнице. Смейся, смейся! Это точно! Ты еще сам к нам попросишься. А что идея? Давайте все поедем к нему, а? Дом построим, курзей разведем, кроликов... Шутишь все? А для чего мы тогда со свадьбой торопимся? Потому что любовь. Да, и еще потому, что у нас будет ребенок, и по распределению нас оставят в городе. Верно? Пусть Буриев в деревню едет. А то у меня такой талантливый. Время-то позднее уже. Вы знаете, доктор, мы с вами почти коллеги. Каким образом? Я биолог, занимаюсь генетикой. Помните выступления 50-х годов? Генетика и кибернетика, лженауки, отвлекающие нас от созидательных задач. В те годы генетика меня еще не интересовала. А меня как раз очень интересовала. К тому времени, когда я закончил институт, генетика уже называлась не лженаукой, а перспективной отраслью народного хозяйства. Я защитил кандидатскую диссертацию. Это было прекрасное время. Мы были молоды, полны сил. Казалось, если захотеть, можно совершить революцию в науке. Ну, а дальше, дальше началась проза. После года исследований я принес материал своему руководителю. Он посмотрел на мои данные и отложил их в такой долгий ящик, что они, вероятно, и по сей день там покоятся. Через три года за границей зарегистрировали аналогичные данные, как открытие. Я написал письмо, приезжала комиссия. Конечно, я ничего не мог доказать. Но за мной прочно укрепилась репутация кляузник. Но, знаете, меня это не волновало и тогда, и сейчас не волнует. Новый мой руководитель оказался умнее. Все данные, которые я приносил ему, он тут же пускал в ход. Надо сказать, довольно интересным образом. Примерно через полгода выходили статьи в солидном журнале. Правда, автором был не я, и даже не мой руководитель, а некий столичный ученый с известной фамилией. Конечно, выходили и мои статьи, но в них я должен был ссылаться на моего руководителя, а тот, в свою очередь, ссылаться на своего. Но всякому терпению приходит конец. Я начал писать в стол, так сказать. Вы себе не представляете, сколько материала скопилось у меня дома. Во всех комнатах папки, 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 даже на балконе. Половина из них уже потеряла свое значение, открытия сделаны были в других странах. Вы знаете, жизнь интересная штука. Сейчас многое изменилось. Те люди, которые гоняли меня из редакции в редакцию, стараются оказаться причастными к тому, что я сейчас делаю. Я вас утомил, доктор? Нет, что вы, я вас слушаю с интересом. Эти все годы, пока я работал, я был так поглощен своими проблемами, заботами, что у меня совсем не оставалось времени ни на жену, ни на детей. Знаете, за все годы нашей совместной жизни с женой мы всего один раз съездили отдыхать. Иногда я просыпаюсь по ночам от огромного чувства вины перед ней. Вот и я обманул ее в чем-то. Обещал счастье, а взамен дал лишь ожидание этого счастья. Сколько у вас детей? Два сына. А вообще, если бы мне пришлось начинать жизнь с самого начала, я бы ее так и прожил. И это все мишура, публикации, авторские свидетельства. Самое главное, я всю жизнь занимался любимым делом. Идемте чай пить. Угу. Назира, вы такая хозяйственная, с вами одно удовольствие дежурить. А это правда, что вы не женаты? Не совсем. Был когда-то женат. А сейчас? А сейчас нет. И сейчас у вас никого нет? Это сложный вопрос вообще-то. Скажите, Назира, а вам не кажется, что наши дежурцы стали совпадать часто? Не знаю. Я сегодня пришла, потому что заменила больную подругу. Извините. Это вы мне извините. Я неудачно пошутил. Да нет, Просто мне надо быть на посту. Да. Спуститесь, пожалуйста, в приемное отделение. Там больной поступил. По скорой помощи. Хорошо, сейчас. Кто из вас больной? Я. Что случилось? Да вот тут болит. Наверное, почки схватило. Раздевайся. Ложись. Вы знаете, он и раньше жаловался на боль. Так болит? Ага, очень. Поворачивайся на спину. Где учишься? В университете. Ясно. Призывник? Точно. По стрижке догадались? По симптомам. Ну что с ним? Ваш сын совершенно здоров. Можете забирать его домой. Я вам сейчас напишу заключение. Ну вы, может, доктор до утра оставить? Я не вижу в этом необходимости. Если что с ним случится, отвечать буду я. Можно от вас позвонить? Да, пожалуйста. Алло? Да, это я. Да, как ты и говорил. Возьмите трубочку. Ну, как идет дежурство? Нормально. Тебе медсестра ничего не говорила? Нет. А кто сегодня дежурит? Ольга? Назира дежурит. Понятно. Но это не имеет значения. У меня к тебе просьба. Не в службу, а в дружбу, так сказать. Надо, чтобы этот парень остался в клинике до утра. А утром я с ним сам разберусь. Хорошо? Ну, у нас нет мест. Только в реанимации. Нет, нет. Ты что, какая реанимация? Положи его в десятую палату под мою ответственность. Договорились? Хорошо. Назира там больного доставили. Проводите в палату номер 10. В десятую? Да, в десятую. Почему не спите? Не спится. Вы знаете, дома все не досуг стихи читать. А среди них есть такие, которые можно читать только, оставшись наедине с собой. Вот, послушайте. Ветка дуба за окном. Сколько осени избивали твои листья. Но каждую весну ты зелена. Прекрасные строки. И тем не менее, надо спать. Вы меня поймите правильно. Я не волнуюсь и не боюсь. Просто спать не хочу. И все. Ну, тогда бодрствуйте. Спасибо. Добрый вечер. Или, вернее, доброй ночи. Надеюсь, ты меня узнал? Узнал. Я рада, что ты не забыл мой голос. Что-нибудь с дочерью? Нет, все нормально. Кстати, ты пойдешь мне на родительское собрание? Ты позвонила в час ночи, чтобы спросить меня об этом? Нет. Извини, что я позвонила так поздно. Ты знаешь, там в кафе Я говорила с тобой не о том. Я хотела тебе сказать совсем о другом, очень важном для меня. Может, мы встретимся завтра? Хорошо. После шести я свободен. Где? В парке возле института. Где конкретно? В той беседке. В какой беседке? Ну, той беседке, где мы с тобой встречались. О, Господи. Почему все эти сантименты? Ну, я прошу тебя. Хорошо. Завтра в семь в той самой беседке. Ну, ладно. Доброе утро. Здравствуйте. Извините за мой вид. Ничего страшного, продолжайте. Хуже, когда мужчина небритый. Что-то рано вы сегодня? А я всегда так прихожу. И вообще, я очень ответственно отношусь к своим обязанностям. Что ж, похвальное качество. Алим. Да? Скажите мне, пожалуйста, почему вы так плохо ко мне относитесь? Я к вам? Да. С чего вы это взяли? Да бросьте. Вы же понимаете, о чем я говорю. Это ваша непонятная ирония. Ваши реплики на кафедральных совещаниях. Ну, реплики я отпускаю, потому что имею собственное мнение на некоторые вещи. Так же, как и вы. Это научные споры. А в спорах, как известно, рождается истина. Ну, а вот эти ваши высказывания о том, что из женщины никогда не получится хирург. Ну, это вы мне приписали. Такого я никогда не говорил. Но если вас интересует мое мнение на этот счет, то я вам скажу. Существуют прекрасные женщины-хирурги, которые могут дать фору любому мужчине. Но это исключение из правил. А вы, уважаемый коллега, к этому исключению не относитесь? Это не вам судить. Ну, почему же? Мы проводили ряд совместных операций, и потом, что вы кипятитесь, нас никто не слышит. А почему вы решили, что я кипячусь? Вы ошибаетесь, мой дорогой, я совершенно спокойна. Но что касается правил исключений, я думаю, что мы еще посмотрим. Сейчас, знаете, новые времена? Вам, по-моему, и прежде жилось неплохо. Здравствуйте. О, Махкамов. На отработку пришел. Ну, пошли. Так, сейчас посмотрим больных, потом поговорим. Я по другому вопросу. По какому? Я решил уйти из института. Если хочешь меня разжалобить, то ничего не выйдет. Я не шучу. Я попрощаться пришел. Это интересно. И когда ты понял, что не будешь врачом? На первом курсе. В школе мечтал стать хирургом. О крови боюсь. Да что там говорить, вы сами вчера видели. А занятия ты тоже со страху пропускаешь? Нет, это личная жизнь виновата. Несчастная любовь. Почему несчастная? Нормальная любовь. Да, я понимаю тебя. В школе ты мечтал о работе хирурга, но представлял ее себе иной. Оказалось, все по-другому. Ты думал, он как фокусник делает неловимые движения, и все тут же происходит само собой. А выяснилось, что работа хирурга это тяжкий физический труд. Не легче труда шахтера или грузчика. Самое главное, хирург связан не с хаотическим нагромождением мышц, органов, нервов, а живыми людьми. Что ж, ты можешь уйти, конечно, из-за института, я тебя уговаривать не буду, но мужчине не к лицу оставаться должником. Отработай свои дежурства, которые ты мне задолжал, и можешь забирать документы. Но если надумаешь остаться в институте, то я тебе обещаю, к концу пятого курса с аппендицитом справишься. В палате больных один больной все время ныл. Ой, у меня живот болит, у меня болит живот, а другой говорит, ну и что, у меня тоже болел живот. Меня снова оперировали, и оказалось, что в животе тампон остался, а еще одного ножницы. Может, у тебя тоже что-то забыли? И в это время заходит старый доктор. Товарищи больные, вы не видели мои домашние тапочки, а? Слушай, Халмедов, а давай тебя зашивать наочью? Как кого рассмешишь, сам потом и заштопаешь. Как спали? Нормально. А настроение как? Как у космонавта. Ну и отлично. Сегодня будем оперироваться, так, как и договаривались. Я вам верю. Хорошо. Слушай, Алим, тебя шеф искал. Придешь? Смотрю я на тебя, я восхищаюсь. Всю ночь дежурил, а выглядишь огурчиком. Вам кажется. Спасибо тебе, что выручил меня. Садись. Этого призывника имеете в виду? Его. Ты же сам знаешь, я никого ни о чем не прошу и не люблю, когда меня о чем-то просят. Но этот случай особый. За все в жизни когда-то нужно платить. В общем, спасибо. Кстати, ты зря так резко разговаривал с его отцом. Можно? Входите. Ну ладно, Алим, об этом после. Я вас вот почему вызвал. Вы тут посоветовались? В общем, есть мнение Вашего больного Саидова передать к Амоле и Крамовне. Я готовил его к операции две недели. И вы это прекрасно знаете. Давайте не будем спорить. Оперировать будет Валиева. Все. Вы свободны. Ну, че как маленький, честное слово. Надо уступать женщинам. Тем более, ты знаешь, она делает науку. Это ее тематически больной. Саидову предстоит сложная операция. Она таких не делала. Ну, все мы когда-то чего-то не делали. Я обещал ему, что буду сам оперировать. Вот и прекрасно. Зайдешь в операционную вместе с Валиевой. А когда дадут наркоз, выйдешь. А пробированный способ корифеев хирургии. Я могу идти. И еще. Какие операции делала Валиева, какие не делала. Не надо это обсуждать в широком кругу, хорошо? Как вы? Аплодисменты. 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 Продолжение следует... Все будет хорошо. Спасибо. Продолжение следует... Можно начинать. Если позволите, я вам буду ассистировать. Спасибо, не надо. У меня уже есть ассистент. И потом не к лицу вам, такому опытному хирургу, ассистировать женщине. Продолжение следует... Ну как, коллега? Да вроде бы все в порядке. Да. Ну хорошо, во всяком случае вы держите меня в курсе. Ладно. Я позвоню вам из дома. Вы что, собираетесь домой? Ну если надо, я могу остаться. Уж пожалуйста, сделайте одолжение. Когда мы с тобой разводились, то честно говоря, я не думал, что впоследствии все сложится таким образом. Каким образом, я не понимаю. Я тебе сейчас все объясню, только не перебивай меня, пожалуйста. Так вот, три года мы жили с тобой вместе. И уже семь лет отдельно. Не знаю, как тебе это объяснить, но... Для меня каждый раз мука, когда ты забираешь по воскресеньям дочь. Нет, не потому, что я и ревную к тебе. А мука, потому, что я должна в эти дни видеть тебя. Пожалуй, ты в одном оказался прав. Такой жизни, которую я представляла себе до замужества, у меня уже не будет никогда. Да и я стала совсем другой. Хорошо бы с таким опытом начать жизнь сначала, но... Это, к сожалению, невозможно. Не стоит ворошить прошлое и выяснять, кто был прав, а кто виноват. Но я могу тебе признаться, если первые годы я жила с убеждением, что я совершенно права, то теперь я вижу свои ошибки. Сейчас нет смысла говорить об этом. Да? Ты прав. Это было предисловие. Ну что ж. Тогда давай поговорим о главном. Ну хорошо. Полгода назад я познакомилась с одним человеком. Он на несколько лет старше меня. Регулярно звонит, предлагает встречи, дарит цветы. Но от цветов я, конечно, не отказываюсь, хотя навстречу с ним не хожу. Ну почему? Можешь ходить, я тебе разрешаю. Даже если ты драматически скажешь, что я его хорошо знаю. Нет, ты его не знаешь. И не надо иронизировать. Он очень хороший человек. Месяц назад он мне сделал предложение. Ты пришла сказать, что выходишь замуж? Дальше последует просьба. Пореже встречаться с дочерью. А по возможности вообще не видеться с ней, дабы не травмировать детскую психику. Нет, нет, ты не угадал. Дело обстоит не совсем так. То есть, то есть совсем не так. Весь этот месяц я мучительно думала, думала я, думала не о том, смогу ли я прожить с ним, а я просто, я непроизвольно сравнивала с тобой. Да, я сравнивала, сравнивала до тех пор, пока не поняла, что у меня никогда ни с кем ничего не получится, пока я буду их сравнивать с тобой. Ты знаешь, больше всего за этот месяц я думала о нашей дочери. Она же такая умная, она все понимает. Она мало говорит и много читает. Однажды я пригласила его на обед, и за обедом твоя дочь была такой общительной, доброжелательной. И вот после этого я за неделю не услышала от нее и трех слов. И я поняла, я поняла, что если этот человек поселится у нас в доме, то она замкнется совершенно, она будет жить в каком-то своем, замкнутом мире. Это был тупик. Я не могла, я не могла потребовать от дочери такой жертвы. Но одна, одна я жить тоже не могу. Не могу, понимаешь? И вот в одной из этих бессонных ночей мне в голову пришла бредовая мысль. Ты знаешь, твоя дочь постоянно думает о тебе. Да и я вынуждена признать, не могу выкинуть тебя из памяти. Мы расстались, потому что ты был молод и невыдержан, а я, наверное, слишком много требовала от тебя. Я не знаю, я не знаю, как тебя, но меня семь лет одиночества сделали совершенно другим человеком. Я подумала, что если теперь, когда я стала совершенно другой, нам не начать бы жить заново. Да, откровенно говоря, я не ожидал такого разговора. Ты оказалась более решительной, чем я предполагал. Ты сказала, что расстались мы потому, что я был молод и невыдержан. Возможно, я был молод, был невыдержан. Но расстались мы потому, что я не оправдал твоих надежд. Тогда было такое время, да. Урвать из жизни куш любой ценой считалось незазорным делом. И даже торговля газированной водой была весьма уважаемым промыслом. И в один прекрасный день я понял, что если бы я начал брать деньги с больных, ты бы нашла этого моральное оправдание. Мне стало страшно. В твоих глазах я превратился из человека с будущим потенциального торговца газировкой. Какая газировка? Я никогда ничего подобного не говорила. Это так, к слову. Ты действительно изменилась. Теперь ты согласна жить со мной на более приемлемых условиях. Ты смирилась с тем, что я не оброс научными званиями. Готова жить как все. Чтобы я вовремя возвращался домой, вечерами был дома, работал в поликлинике поближе. Возможно, я решусь на это ради дочери. Только ради нее? Нет, не только. Как состояние Саидова? Удовлетворительное? Угу. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 И давай дуй домой. Спасибо, у меня есть деньги. Ну и прекрасно. А вы хорошо подумали? Спасибо, у меня есть деньги. Спасибо. 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 Доброе утро. Алим Сабирович. Привет. Махкамов. У нас занятия. Вы что, забыли? Мы вас ждем. Понимаешь, я сегодня не смогу прийти к вам на занятия. Я договорился, чтоб меня заменили. Что ты сидишь? Иди. Ну как настроение? Тут твоя мама собрала вещи на несколько дней. Ну пока устроишься, оформишься. А за остальным потом заедем. Посиди здесь. Да не, ничего не видел. Подолжение. Да, да. Она один назад. У меня там специально. Я стоял. Миш, ты откуда знаешь? Я стоял там, я все видел. Да, ты всегда. Тише. Не шумите, ребята. Ну не подводите меня. Да он кардиограмму не смотрел. У больного могло сердце не выдержать. Вот и все. Алим Сабирович. Алим Сабирович. Алим Сабирович. Что? Вы что, уходите из клиники? Кто тебе сказал? Я видел, как вы писали заявление. Глаза, кстати, махкамов. Сказать по правде, да, ухожу. В сельскую больницу. Как же так? Значит, все эти ваши разговоры о врачебной этике и о совести это только слова? Мне кажется, что я буду полезнее там. А мне кажется, что это бегство. Возможно, ты прав. Ну а сам-то что решил? Остаешься в институте? Остаюсь. Знаешь, из тебя будет хирург. Извини, я тороплюсь. Ну что вы стоите? Садитесь. Так что я буду делать. Ай-й. Это я. Я горжусь. Поехали. Как-то, я на пляшу. Приятного аппетита, можно? Заходи. Я как раз собирался за тобой послать. Правильно сделал. Что выписал этого сопляка? Надоели эти блатные больные? Кофе, молоко. Спасибо. Пора с этим кончать. Спасибо тебе, что пришел ночью. Прочти и распишись. Здесь написано, что смерть наступила из-за болезни сердца. Это неправда. Смерть наступила из-за недостаточной квалификации врача Валиевой. Но от твоей правды родственникам Саидова легче не станет. Зато Валиева это неправду полегчает. У всех врачей мира существует такое понятие. Коллегиальность. Не надо это путать с круговой порукой. Ты что, отказываешься подписать заключение? У Саидова осталось два сына и жена. Я подпишу это в том случае, если вы выйдете к ним и сообщите, что Валиевой во что бы то ни стало, нужно защитить диссертацию. Я не могу. Тебе что? Недорога часть нашей клиники? Простите, какой клиники? У нас под одной вывиской существует две клиники. В первую приезжает иностранца на экскурсию. Здесь бьет ключом наука. Здесь что ни год, так новое достижение медицины. Вот она, славная летопись нашей клиники. И существует вторая клиника, в которой больные ждут очереди месяцами. Но есть другие, которые попадают сюда без очереди. Есть палата для инвалидов, хотя ни один инвалид не лежал. Имеются препараты, которые выписывают всем больным. Есть те, которые некоторым, хотя у тех же некоторых такие же органы и те же болезни. У нас есть врачи, которые не прочь получать от больного, так сказать, подарки. Есть вахтеры, которые за рубль пропустят родственника чуть ли не в операционную. А вы знаете, сколько стоит просто сделать дополнительный укол? А лишний раз поднести судно? Сколько это стоит? Да и вообще, сколько стоит по-человечески относиться к больному? Я не думаю, чтобы вы обо всем этом не знали. Подпишите. Ты еще про перестройку, про ускорение не сказал. А ты сам где раньше был? Вы правы. Я действительно задолжал этой клинике. Поэтому я остаюсь. Да, и еще. Только не надо. Не надо эффекта танцовок. Ну что, поехали? Буриев, дружище, я обманул тебя, я никуда не еду. Как же так? Почему? Ну так получилось долго объяснять. Ну прости меня. Я прошу тебя. Я провожу тебя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»